Пять инопланетных видов, которые живут среди нас. Первый. Лиры. Говорят, что лирийцы – наши самые древние потомки. Многие верят, что именно они сформировали первую цивилизацию в галактике Млечный Путь. Человек, который утверждает, что контактировал с НЛО, сообщил, что у него есть фотографии, подтверждающие существование лирийцев. Он был первым, кто с ними говорил. Они рассказали ему о своем происхождении и о своей истории. Они сказали, что родом из группы звезд под названием Небулианское кольцо. Основная характеристика этого народа – светлая кожа. Есть также веганы и темнокожие. Вторая. Арктурианцы. Есть несколько человек, которые утверждали, что общались с арктурианцами. Они являются древнейшими инопланетными существами в мире. Предполагается, что они разработали похожие на наши технологии миллионы лет назад. Теперь у них самые развитые технологии в галактике Млечный Путь. Их описывают как существ ростом около 1-2 метров с черными глазами миндалевидной формы. Некоторые говорят, что кожа у них зеленая, а на руках всего по три пальца. Они не говорят, а используют телекинез. Именно на них основан образ всех инопланетян в кино. Поэтому они самые узнаваемые. Третьи. Теалазианцы. Они считаются единственными выжившими представителями цивилизации на Земле. Они очень высокие. У них светлые волосы. Считается, что они единственные, кто пережил катаклизм, затопивший Атлантиду и Лемурию. Другие считают, что они были здесь гораздо раньше. По мнению экспертов, наименование самого большого города Телос. И что он находится в штате Калифорния. Человек, впервые увидевший телезианцев, капитан Ричард Берт. После его смерти были опубликованы его дневники. В одном из них описывается секретная миссия на Северный полюс. Во время которой он посетил дом инопланетной расы. Которая очень многого достигла в развитии. В дневниках он упоминал, что раса живет в секретных подземных городах. Но из-за взрывов бомб их подняло на поверхность. Говорят, что они хранят все секреты прошлого Земли. Четвертое. Альфа-центурианцы. У них есть мощь, чтобы разрушить все на Земле. Как и другие расы из галактики Млечный Путь, они считаются очень развитыми. Их жители умны и очень любопытны. Благодаря этой любознательности они и достигли высот в технологиях и науке. За многие годы они трансформировались в водных существ. Из-за этого ученые считают именно их виновными во всех происшествиях под водой. Из-за баз, которые они расположили в реках и океанах по всему миру. Эти базы есть до сих пор. Эти существа общаются телепатически. Они могут влиять на собеседника. Из всех инопланетян среди нас именно они уважают человеческие права и справедливость. Пятые. Плеядеанцы. Они живут в 400 световых годах от Земли. Вместе под названием «Звездный кластер Плеяд». Они сыграли огромную роль в развитии человечества. Билли Мэйер утверждает, что является представителем этой расы. Он говорит, что получает от них сообщения. Эти сообщения идут от женщины-плеядеанки Санджейс. Она сказала ему, что переживает за наше будущее на планете. Она утверждает, что люди не защитники Земли и не были посланы Богом, как ангелы. Именно ее раса должна смотреть за Землей и контролировать ее судьбу. Потом она сказала, что это не так. И ее раса выполняет только отдельные миссии, которые не связаны с судьбой Земли. Плеядеанцы якобы предупредили нас об опасности со стороны серых инопланетян. Они использовали технологию во зло, что привело к войне двух раз. Эти войны происходят не здесь, а в других звездных системах. Есть люди, которые подтверждают контакт с этими существами. Все, чего хотят пришельцы, это помочь нам разобраться с накопившимися за все время проблемами. Так говорят эти люди. Но они не могут вмешиваться. А вы встречали инопланетян?